Я думаю, что это неправильно и что люди уничтожают нашу возможную историю. Кто-то вкладывал в это свои старания вместе с кораблями, уничтожает часть его души. 12-летняя Аня уже 4 года в клубе юных моряков. Форму юнги, как говорят преподаватели, носят заслуженно. На ее счету уже несколько походов по Каречных, до Ярославля и Костромы. Здесь занимаются несколько сотен детей, все увлечены морским делом. Но по воле столичных чиновников этот клуб, видимо, скоро закроется. Проблемы начались после того, как юным морякам департамент образования Москвы дал новое руководство. Это центр военно-патриотического и гражданского воспитания. Пришли люди и сказали, мы здесь за тем, чтобы уничтожить все это, флот именно. Потому что декларативно в данном случае остается просто организация. Флот здесь раньше был совсем не детский. В прошлом суда со школьниками ходили даже в Европу. До недавнего времени было четыре корабля. Теперь остался один – трехпалубный теплоход «Цайма». В чем здесь вопрос еще? Либо в территории, на которую претендует довольно-таки многое количество организаций. Ее то так пилят, то так режут. Остальные чиновники забрали на техобслуживание и с тех пор просто не отдают клубу. «Цайма», конечно, корабль не новый, но в плавание может отправиться хоть сейчас. Ну, как говорится, это вот сердце теплохода. Левый борт белого цвета покрашен, а правый борт, он темный весь. Экипаж скинулся практически. Там кто-то что-то помог, подарил. Купили краску, кисточки и так далее. На что хватило, то покрасили. Например, установить современное навигационное оборудование, хотя здесь оборудование исправно, стоит примерно полтора-два миллиона. Для уровня города Москвы, Министерства образования, в общем, я не считаю, что это огромные деньги. У нас в асфальт вкатывают и в плитку тротуарную больше, чем в детей. От государства помощи моряки никогда не ждали. На странице сайта компании за спасение клуба среди партнеров есть и не морские волки, между прочим, а ночные. Однако и их помощи пока что мало. Да и департамент образования тоже не готов решать эту проблему. На корабле хранится толстая кипа писем. Они из высоких кабинетов власти, из правительства и администрации президента. Вот последние от министра образования Ливанова. Он отвечает, что клуб должен быть сохранен и модернизирован в лучшую сторону для продолжения обучения детей, соответственно, данной профессии. Уже совсем скоро лед в акватории Москвы-реки растает, начнется навигация. Но этот корабль, возможно, никогда уже не выйдет из бухты. А если юных моряков лишат последнего корабля, то и смысла в таком клубе, где нет судна, уже не останется. Дмитрий Иловский. Настоящее время. Москва.